Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Благоустройство в микрорайонах. Во время обхода заместителя главы Анапы Анжелики Базуновой выявился ряд недочетов. Коммунальные будни. Наша телекомпания выяснила, как решается проблема вывоза и утилизации бытовых отходов. Анапа в десятке популярных курортов России. Наш город – одно из самых востребованных мест для отдыха с детьми. По данным на 1 июля текущего года, 420 человек, употребляющих наркотические средства, состоят на учете у врача-нарколога городской больницы Анапы. Радуют, что приверженцев пагубной привычки становится меньше. Об этом заявляют медики. На оздоровление ситуации влияет комплекс мер. Об эффективности профилактической работы говорили на заседании антинаркотической комиссии Краснодарского края под председательством вице-губернатора Николая Далуды. Николай Далуды привел в пример положительный опыт тех территорий, где проведена сверка данных медиков, полиции и других ведомств, занимающихся решением проблемы наркомании. Анапа в числе городов, где сверка дала результат. Устаревшие данные актуализированы и появилась реальная картина. Врачи констатируют, число состоящих на профилактическом учете в расчете на 100 тысяч населения сократилось со 159 до 122 человек. На диспансерном учете со 167 до 125. Все показатели ниже среднекраевых. В профилактической работе в Анапе задействованы все службы социального блока. Пропаганда здорового образа жизни идет по всем фронтам. Только за первые полугодия проведено 1253 мероприятия антинаркотической направленности, которыми были охвачены свыше 80 тысяч человек. В сельских округах на первый план выходит работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания конопли. И это ответственность руководителя территории. Сергей Павлович подчеркнул, сельские главы обязаны знать, чем живет в веренной их заботе округ. Я не верю, что имея цех по производству левого алкоголя на территории, глава не знает в центре населенного пункта. Просто не верю. Убедите меня в обратном. Если глава на месте. Да еще и населенный пункт имеем, там 3000 населения. Все про друг друга все знают. Так что, дорогие друзья, готовьтесь. Если будут представления от силовиков по поводу произрастания, а они когда задерживают агрономов, они рассказывают, где они там терли. Если это будет правдиво, в ваш адрес, что есть прилегающие к населенным пунктам поля, будете нести ответственность. В завершение совещания глава курорта поставил ряд задач службам. На регулярной основе ввести сверху данных, осуществить обход социальных объектов. У школ, детских садов и больниц не должны продавать алкоголь и табак. Благоустройство в микрорайонах идет медленно. Позиция главы города ежедневно приводить в порядок улицы, скверы, детские площадки в спальных районах курорта. Заместитель главы города Анжелика Базунова провела специалистов ЖКХ, руководителей мусороуборочных и специалистов управляющих компаний «Зеленстроя» и «Ремстроя» по пешеходным зонам, скверам и тротуарам микрорайона номер 3 в границах улиц Маяковского и Лермонтова. Вместе с представительной делегацией специалистов и руководителей, берущих на карандаш все проблемные уголки, где необходимо немедленно провести уборку или благоустройство, прошла по своему микрорайону и координатор ТОС Людмила Назаренко. 8 июля открытие нового сквера на Лермонтово-Азовской. Мы пойдем по вашему микрорайону, какие у вас есть пожелания, замечания, все говорите. Алилика Анатольевна, вот эта сторона, это ладно, солоха, я им позвоню, они покосят вот это свое. У них территория за забором, а вот это вот, скверик вот этот. К открытию сквера надо выкосить всю траву вдоль беседок, выровнять грунт, разбив глыбы, завести еще одну машину плодородной земли, спилить сухие деревья, установить урны. За цветами и кустарниками жильцы близлежащих домов ухаживают сами, заботливо поливают жимолостью беседок. Позиция главы, позиция администрации, мы разворачиваемся лицом в сторону микрорайонов, то есть в сторону наших жителей. Курортную часть мы привели в порядок для гостей, мы все, что в нашей... Естественно, мы не все сделали, да, но максимально стараемся все выполнить. Сейчас поворачиваемся в эту сторону. И весна, осень, до лета, все полностью мы будем работать в микрорайонах. И так будет каждый день. Спасибо большое вообще, жители очень благодарны. Вот это первая ласточка, которая появилась в нашем районе, потому что со времен советских здесь ничего не делалось. Об этом напоминают и старые убогие лавочки, и выбоины у автобусной остановки. Тротуары обновляются, перекладывается плиточное покрытие. Но сухие ветки деревьев, мусор совсем не украшают пешеходную зону. Ты вообще будешь свои территории когда-нибудь объезжать или нет? Утопают в зарослях сорняка жилые дома. К этому же СК обращение немедленно покосит чувак. А то, как заросла детская площадка на Крылово 14-16, где безмятежно только кошкам в густой траве, говорит о том, что управляющая компания Колноузова никто из жителей не тревожит, не требует порядка на ней. Складывается впечатление, что владельцам симпатичного магазина и парикмахерской на Лермонтово 80А не очень хочется ухаживать за цветочными клумбами. Сорняку здесь вольготно, а вот цветы, говорят продавцы магазина, не принимаются. ТСЖ Евразия свои дома явно обделяет вниманием. Все здесь, как в старые времена. Да и во дворе у кондитерской «Космос» стихийная мусорка стремится перещагалять ароматы сладкой выпечки не случайно. А почему брать? Значит, ставьте сюда три контейнера, не меньше. Три, даже четыре. Здесь стояло три. Это для чего? Объясните мне. Маритя Николаевна, вы сегодня здесь были? Я была, я хожу каждый день. Раз мы вывозим раз в день вечером, чтобы это у нас валялось не вот так, не в таком виде. И вообще, где видели в городах такое? Уже такого нет. Ну, как в колхозе в каком-то. Ставьте четыре контейнера сюда, Наташа, металлические. И чтобы этот мусор, он был бы сейчас в четырех контейнерах, его видно не было. Обход третьего микрорайона выявил немало таких мест, где необходимо ремонтировать тротуары, красить и восстанавливать бордюры, обновлять пешеходные переходы. Сегодня санитарное состояние этой части микрорайона неудовлетворительное. Вот просто неудовлетворительное. Значит, принять все меры. Завтра утром, вы знаете меня, я все равно поеду проверю. Чтобы все это повычищали, я завтра утром проверю. Контейнера вы там поставьте, около космоса. Вот это позорище убирайте. Мало того, контейнерные площадки, те, где у нас по муниципальному контракту, побелитесь. Пускай побелят. Возьмут и звездки и побелят. Посмотрите, что делается. Это мы на Некрасово еще с вами не ездили. Система утилизации бытовых отходов в Анапе работает без сбоев. Специализированной компании удалось наладить стабильный вывоз мусора в Абинский район после вынужденного закрытия городского полигона. Однако под город уже подкладывают новую мусорную мину. Это большие весы. Если вычесть массу техники, которая известна, то получится, что ежедневно сюда привозят порядка 300 тонн мусора со всей Анапы. Здесь его сортируют, отделяя картон, пластик и стекло. На выходе получаются такие вот брикеты. Их отправляют на переработку. Остаются так называемые хвосты, которые природа утилизирует за 7-8 лет. Раньше их оставляли рядом на полигоне, но с весны он закрыт по решению суда. Вот так он будет выглядеть после того, как его пересыпят землей. Владельцы аэропорта Витязева посчитали, что свалка привлекает птиц в масштабах опасных для воздушного движения. При том, что полигон в Анапе появился даже раньше, чем воздушная гавань. Они сосуществовали без малого полвека. Так или иначе, те самые хвосты сегодня отвозят под Абинск. Для этого машине нужно проделать порядка 200 километров туда и обратно. С 1 июля начали действовать новые тарифы для населения. Мера вынужденная. Как говорят представители компании-оператора полигона, для налаживания новой цепочки потребовалось арендовать дополнительные грузовики. Кроме того, на это потребовалось время. Был момент, когда техника стояла в очереди по несколько часов. Сегодня уже удается справляться с пиковыми нагрузками, которые сопровождают курортный сезон. Вдуматься, 170 тысячам жителей Анапы добавилось еще 200 тысяч гостей. Все работает. Очереди у нас на полигоне на сегодняшний день нет. В принципе, на сегодняшний день, в той ситуации, в которой мы сейчас живем, то есть с первого числа, пока глобальных трудностей нет. Глобальных. И пока я их не предвижу. Будем, конечно, стараться, справляться. К нам всегда можно обратиться. Мы оперативно на это реагируем. То есть, если где-то действительно существуют какие-то несанкционированные свалки, мы прежде всего за чистоту нашего города. В 2013 году Анапский полигон прошел все виды лицензирования и все-таки был закрыт по иску коммерческого предприятия. По краевой межмуниципальной схеме новый полигон должен появиться в станице Ворениковской. Но пока региональные власти не нашли инвесторов для его строительства. На сегодняшний день благоприятный выход для муниципалитета – это отсрочка вступления в силу решения суда на период до того момента, когда будет построен межмуниципальный полигон в станице Ворениковской. Ранее городские парламентарии единогласно поддержали администрацию, приняв обращение к губернатору Краснодарского края, а также к председателям законодательного собрания и краевого суда. Встать на защиту курорта готовый общероссийский народный фронт. Тем временем готовится иск о закрытии уже завода по сортировке мусора, в который инвестор вложил около 200 миллионов рублей. Если суд удовлетворит эти требования, то город ожидает новая порция экономических и экологических проблем. В эту пятницу, 8 июля, вся Россия будет отмечать светлый добрый праздник – День семьи, любви и верности. В Анапе состоится концертная программа «Храните ваш счастливый дом», в которой примут участие лучшие творческие коллективы города. Также в этот день пройдет выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Все желающие принять участие в праздновании приглашаются 8 июля на Театральную площадь. Начало мероприятия в 18 часов. С начала года Анапа уже приняла на отдых и оздоровление свыше 750 тысяч человек. Но основной наплыв гостей ждем совсем скоро. Пик высокого сезона придется на середину июля. По результатам исследования крупного туристического портала, россияне выбирают Анапу и еще четыре кубанских курорта – Сочи, Геленджик, Ейск и Новороссийск – для отдыха с детьми. Рейтинг был составлен на основе данных поиска и бронирования отелей с 1 июля по 31 августа 2016 года. В среднем на отдых с детьми в России туристы отправляются на 13 дней и тратят около 3400 рублей в сутки на жилье. По сообщению Кубаниэнерго, в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение. 7 июля с 13 до 17 часов станется Анапская. 8 июля с 9 до 12 часов в селе Витязево. 12 июля с 12 до 17 часов в поселке Виноградном. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.